Продолжение следует... Я хотел бы вас предупредить. Сегодня возможны какие-то сбои в вебинаре. Дело в том, что у нас тут ведутся аварийные работы с интернетом. И вот буквально полчаса назад его только включили. И какие-то проблемы до сих пор еще возникают. Если что-то будет долго происходить, долго грузится, вы сразу напишите мне в чате. Если же будут происходить пропадания, давайте договоримся так. Так, вы ждете, пока я переподключусь, в течение примерно пяти минут. Если же в течение пяти минут ничего сделать не удастся, а мы будем находиться где-то в начале нашего вебинара, значит придется тогда перенести этот вебинар на какое-то другое время. Ну, я надеюсь, что у нас все-таки все пройдет нормально. Вот, и поэтому давайте начнем нашу сегодняшнюю работу. Наш сегодняшний вебинар не будет очень долгим. Тема не требует часа. Наверное, где-то уложимся в минут 30-40. Прежде всего, как всегда, я хотел бы вам порекомендовать две ссылки, которые находятся в самом начале чата. Перемотайте, пожалуйста. Первая из этих ссылок – это ссылка на расписание наших вебинаров. По этой ссылке можно записаться на любой вебинар, который пройдет в течение нашего учебного года. И вторая ссылка – это ссылка на записи наших вебинаров. Записи наших вебинаров появляются примерно в течение недели после проведения вебинара, чаще, чаще, быстрее. И в том числе и запись этого вебинара тоже производится, и вот по этой ссылке вы сможете ее найти. Все участники нашего вебинара получат бесплатный именной электронный сертификат на свою электронную почту. Единственное, что система выдачи сертификатов сейчас находится на стадии финальной отладки, и будет она готова где-то к концу сентября, начало октября. Вот тогда вы и получите все свои сертификаты. Ну что ж, коллеги. Да, все материалы сегодняшнего вебинара доступны для скачивания. В разделе «Ресурсы», который находится справа от основного поля презентации, вы знаете, я на каждом вебинаре это повторяю, как это сделать. Нужно кому-то объяснить, как включить раздел «Ресурсы», или все знают, как это сделать. Ну, буду дальше идти, объяснить. Хорошо. Значит, смотрите вот сюда, примерно в этом направлении, вы увидите ряд кнопок в правом верхнем углу вебинарной комнаты, поднятая рука, смайлик, и третья кнопка – это папочка, открывающаяся папочка. Вот нажимая на эту кнопку, вы открываете или закрываете папку «Ресурсы». В этой папке вы видите ряд строк. Те строки, которые помечены дискеткой – это документы, которые доступны для скачивания. Для того, чтобы скачать документ, надо нажать на изображение дискетки. Не на строчку с именем файла, а на изображение дискетки. Тогда вам будет предложено скачать документ на ваш компьютер. Все, с этим мы закончили. И давайте, собственно, приступать. Книгафонд – это электронная библиотечная система. И это вторая электронная библиотечная система, которая принадлежит компании «Директ Медиа». Так сложилось, что раньше это одна из первых библиотечных систем, которые вообще появились в России и на рынке библиотечных систем. Ну, вот так, это была независимая электронная библиотечная система. Ну, вот так случилось, что уже два года книгафонд принадлежит компании «Директ Медиа», и мы развиваем две электронные библиотечные системы. Книгафонд мы позиционируем как систему простую в освоении и достаточно дешевую. При этом количество книг в книгафонде постоянно увеличивается и улучшается, их состав. Что касается университетской библиотеки онлайн, это наша основная АБС, в ней сосредоточен основной функционал, и в ней похожий, но все-таки другой и более полный состав электронных изданий. Итак, давайте посмотрим, что из себя представляет книгафонд. В настоящее время около 180 тысяч книг в книгафонде присутствуют. Это книги как общедоступные, из общего доступа неправные книги, так и правные книги учебники, учебные пособия и так далее. В настоящий момент книгафонд развивается. После того, как мы приобрели книгафонд, мы не оставили его в том виде, в котором он был. Мы его развиваем, и это развитие происходит в основном через пополнение его контентом. Если его простой и доступный функционал мы решили оставить в основном без изменений, то его контент пополняется достаточно активно. Вот только несколько издательств, которые в последнее время вошли в состав книгафонда. Это «Юстицинформ», «Витапресс», издательство «Волгоградская консерватория», «Высшая школа экономики», «Владос», «Химиздат», «Белый город». Это уже достаточно давно вошло. Это просто пример, это не последовательное описание того, что когда вошло. Это просто пример того, что у нас есть, и пополнение контента происходит постоянно, и наши клиенты получают этот дополнительный контент бесплатно к тому, что уже было приобретено. Ну что ж, коллеги, сейчас мы временно переключимся на другую презентацию. И эта презентация носит инструктивный характер такой, и я вам советую эту презентацию скачать, потому что она является, по сути дела, отдельным документом, и ее можно потреблять просто как справочник. Она обновлена на состояние 2017 года в основном. Таким образом, эта презентация, я сейчас по ней расскажу, функционал, как работать с книгофондом. А вы используете ее уже для собственной работы в процессе работы. Ну, собственно, традиционно подключение к книгофонду, к полной версии книгофонда, осуществляется через карточки, хотя сейчас возможны и другие виды подключений. Вот так примерно выглядят карты. Сильно заострять внимание на этом не буду. Еще пару слов только скажу. Технические требования достаточно простые. Это компьютер с выходом в интернет. Любой из популярных браузеров, интернет-эксплорер, хром, опера, сафари или фаерфокс, ну, тут главное в том состоит, чтобы этот браузер был актуальным, то есть была скачана относительно новая его версия, ну, не обязательно самая последняя. Важно, чтобы, в принципе, обновлялся ваш браузер, не была бы какая-то версия трехлетней или четырехлетней давности у вас. Вот, для работы с книгофондом также необходим Adobe Flash Player в версии 10 или выше. Ну, собственно, если вы сейчас смотрите наш вебинар, то у вас это все есть. Вот, и можете смело переходить к сайту книгофонда. Да, кстати, основной сайт книгофонда. Давайте я вам... Сейчас ссылочку на него дам. В чате. Вот это основной сайт. Так, сейчас вижу, что-то в вопросах появилось. Есть ли в книгофонде издания, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся? Ну, у нас из таких изданий есть аудиокниги. Есть ли они в составе книгофонда? Честно говоря, сейчас не помню. Давайте я вам просто дам ссылочку на нашего менеджера, он вам точно подскажет. Такие книги у нас точно есть в университетской библиотеке онлайн. А про книгофонд вам точно, к сожалению, сказать сейчас не могу. Вообще, все, что касается состава контента, это такая вещь, что на память очень трудно помнить. Поэтому конкретно обращайтесь в техподдержку или к менеджеру по проекту. Да, ну и если доступ к книгофонду возможен через мобильные устройства, через Android, через телефоны Apple или гаджеты Apple, либо гаджеты с установленным Windows. Вот, и в этом случае Adobe Flash Player вам не нужен. Можно пользоваться просто так прямо с сайта. Ну вот, главная страница книгофонда выглядит вот так. Это страница книгофонда до вашей регистрации. Первое, что надо сделать в системе, это, конечно, зарегистрироваться. И вот регистрация вот здесь вот находится. Я прошу прощения за несколько мелкие скриншоты. Ну вот так получилось, что эти скриншоты вот такого размера и не очень просто смотреть. Но я надеюсь, что если вы скачаете, то вам будет проще это все смотреть. Итак, для того, чтобы зарегистрироваться, первое, что надо сделать, это войти на сайт. И второе, нажать на кнопочку регистрации, точнее, перейти по ссылке регистрации. Регистрация, возможно, в нескольких режимах. Да, открывается вот такое вот традиционное окошко регистрации. Самое простое, что можно сделать, это зарегистрироваться через социальную сеть какую-то. Это можно сделать в том случае, если вы регистрируетесь как индивидуальный пользователь книгофонда. Да, тут как раз уместно сказать, что книгофонд это система, которая позволяет вам производить доступ либо как физическому лицу, либо как юридическому лицу, в том случае, если ВУЗ подписывается на систему книгофонд. Так вот, если вы физическое лицо, вы можете производить регистрацию, в том числе и через кнопки социальных сетей. Либо ввести свою информацию в поля ввода. Вот здесь вот. Если вы студент и у вас есть карточка доступа, то вы вот здесь ставите галочку «У меня есть карта доступа» и переходите. После этого окошко становится вот таким, и вы можете ввести код с карты и зарегистрироваться как студент. После того, как вы зарегистрировались, при каждом входе в книгофонд вы должны войти в него. То есть, по выбранному вами логину и выданному паролю войти, нажав на кнопочку «Вход». Ну, как всегда, в данном случае надо ввести логин и пароль. Либо, если вы регистрируетесь через социальную сеть, нажать на кнопочку той социальной сети, через которую вы, собственно, и регистрировались. Если вы забыли свой логин и пароль, можно воспользоваться восстановлением пароля. И после этого откроется окошко, в котором вы должны ввести свой логин или e-mail, и вам на e-mail придет информация о вашем новом пароле. Если вы не активизировали свою карту во время регистрации, это можно сделать потом в любое удобное время, войдя по кнопочке «Активизировать карту доступа». Тут я вам хочу обратить внимание, что регистрация ваша и активизация доступа – это совершенно разные вещи. После регистрации в системе вы становитесь известной системе, и вы получаете доступ к некоторому объему свободной литературы и к просмотру пробных версий книжек размером в 10 листов. Но вам пока недоступен полный доступ, у вас нет пока полного доступа ко всей электронной библиотеке. После того, как вы либо лично оплатите услуги, либо активизируете свою карту, которую вам выдали в ВУЗе, вам становятся доступны все функции и весь контент электронной библиотечной системы. Вот это надо знать. Поэтому некоторое время вы можете быть уже зарегистрированным, но еще не иметь доступ ко всей библиотеке. Это разные события и разные действия. Ну да, ну и вот тут показывается, как активировать карту доступа в том случае, если вы это делаете не в момент регистрации, а позже. Ну что ж, а теперь рассмотрим контентные вопросы, как вообще работать с книгофондом и что в нем можно смотреть. Как я уже сказал, книгофонд – это система с очень простым интерфейсом и доступна буквально без особого разъяснения. Но, тем не менее, это разъяснение сейчас я попытаюсь вам дать. Книгофонд имеет два способа доступа к литературе. Первое – это через рубрикатор. Сейчас мы его рассмотрим. Собственно, вот это первая операция для использования рубрикатора. Основной раздел рубрикатора – это учебная литература, через которую можно посмотреть все учебники и учебные пособия. Также есть пункт «Классика», «Букинист» и отдельно пункт «Меню тарифы». Здесь вы можете посмотреть тарифы для частного применения и подключиться, как, если вы еще не подключились, подключиться, как физическое лицо. Ну и после того, как вы нажимаете на учебную литературу, у вас открывается вот такой экранчик. Учебная литература по умолчанию, по дисциплинам. Сейчас мы подробнее рассмотрим вот этот вот второй уровень рубрикатора. Ну а пока хочу сказать, что альтернативным способом доступа без рубрикатора является, конечно, поиск, который поднят на самый верх сайта. И про поиск мы тоже чуть попозже поговорим. Итак, учебная литература. И здесь возможны разные способы доступа. Это доступ по дисциплинам. Разумеется, надо понимать, что дисциплины в ВУЗе – это вещь такая слегка виртуальная. То есть есть, конечно, строгие названия дисциплин, которые фиксируются, а есть названия, которые от ВУЗа к ВУЗу могут быть изменены, хотя представляют из себя одно и то же. Поэтому поиск по дисциплинам надо понимать, что здесь могут возникнуть какие-то синонимы к тем дисциплинам, которые вы ищете, и поискать, собственно, посмотреть, какие есть варианты. Кроме доступа по дисциплинам, есть доступ по разделам. Итак, давайте пометим первое. По дисциплинам. Второй способ – это по разделам ББК. Третий способ – это поиск по разделам укропненных групп специальностей и направлений подготовки. Их там, если не изменяет память, 55 различных. Также есть вариант поиска по АКСО. Ну и отдельно выделена литература. Имеется в виду, что вся вот эта литература – это общий состав литературы. Но отдельно выделена литература для среднего профессионального образования и для аспирантуры. Ой, я прошу прощения, трудно мышкой рисовать. Вот этот шестой пункт. Эти пункты, они, конечно, гораздо меньше по размеру. Но и для аспирантов и для студентов колледжа, конечно, не нужен доступ ко всем этим разделам вузовским. Поэтому это удобно делать именно по этим кнопкам. Ну вот пример поиска по разделам ББК. Ну а здесь показано, что происходит, когда мы вошли в уже конкретный раздел. В данном случае это экономика. Внутри идет описание конкретных книжек из этого раздела. Ну и сразу, что еще можно сделать, это уже удобно. Это скачать информацию о составе раздела в виде файла Excel. И обработать его уже не средствами Веба, а теми средствами, которые удобны в Excel. Как-то внутренним поиском, фильтрацией и так далее. Как я уже сказал, альтернативным способом доступа к книгофонду является поиск по... Является... Альтернативным способом доступа является поиск. Ну, я бы его даже назвал не альтернативным, а первым. То есть в настоящее время, конечно, рубрикаторы, ну не то чтобы несколько устарели. Они являются традиционно библиотечным способом доступа к изданиям. В то время как поиск является традиционно информационным способом и интернетовским способом доступа к каким-то записям или изданиям. И в данном случае, конечно, поиск, если вы только точно не знаете, где это находится, поиск является лучшим способом первоначальной работы с литературой. Если вы пока не знаете, что вам надо, то поиск это, конечно, наилучшее. И поиск, как и во многих информационных системах, есть обычный, то есть просто вводите поисковый запрос любой, либо расширенный поиск. Вот для этого надо нажать вот это вот, перейти по этой ссылке. И расширенный поиск, тогда возникает вот такой инструментарий, в котором можно отдельно искать по названию, по автору, по издательству, по году издания от и до, либо по ключевому слову и фразу в самом тексте. То есть полнотекстовый поиск. Ну и можно искать отдельно по какому-то разделу сайта. И тоже очень важный пункт, как искать по любому из слов, по всем словам в любом порядке, либо по точной фразе. Конечно, если вы знаете точную цитату, то нужно выбрать точную фразу, и тогда сузится сразу весь поиск до одного или нескольких вариантов. Ну и искать можно во всех категориях, по учебной литературе, по научной, по охраняемой, либо по общему, по неправной литературе. Итак, вы нашли свою книгу, и что вы дальше можете с ней делать? Вы хотите ее посмотреть, но если вы в данный момент не подписаны, у вас нет подписки на книгафонд, Книгафонд вам доступен просмотр 10 пробных страниц этой книги. Я специально отмечаю, что эта опция доступна даже не только если вы не оплатили доступ, но даже в том случае, если вы не зарегистрировались. Однако, если вы не зарегистрировались, вы больше с этой книгой ничего не можете сделать. А вот если вы уже авторизованы на сайте, но пока не оплатили доступ, в этом случае вы можете отложить книгу на свою полку. Книжная полка – это атрибут вашего личного кабинета, и она хранится столько времени, сколько существует ваш аккаунт. Независимо от того, оплачен он у вас или не оплачен, были у вас перерывы в оплате или не были, не было перерывов. Пока существует ваш аккаунт, существует книжная полка. Итак, вы отложили книгу, вы посмотрели пробные страницы, и теперь, если эта книга только не находится в открытом доступе, то есть неправная книга, в этом случае вы сразу можете ее посмотреть. А если она правная, то доступ к ней вы сможете получить после того, как вы подключитесь к системе и оплатите доступ. Вот этот сайт показывает, что в вашем личном кабинете становится доступна ваша книжная полка. Обращаю ваше внимание, что книжная полка – это в любом случае удобно, потому что даже если вы пользуетесь бесплатным режимом, некий отбор литературы в книжную полку – это, вообще говоря, уже большая интеллектуальная работа. В конце концов, эти книги вы можете потом либо вообще не смотреть, либо посмотреть в другом месте, а информация об этом сохраняется у вас. Ну, конечно, полный доступ можно будет получить после оплаты, и это удобнее всего. Ну, и раз речь зашла о вашем личном кабинете, личный кабинет тоже достаточно простой – это профиль ваш, то есть фамилия, имя, отчество, информация о подписке, как я уже говорил, ваша книжная полка, а также конспекты. Конспекты – это тот пункт, который доступен только подписчикам. И что такое конспекты, чуть попозже я вам расскажу. Ну, вот мы и добрались, наконец, до, собственно, чтения. Читалка очень простая, сейчас она чуть-чуть по-другому выглядит. Влево смещены вот эти вот все инструменты. Ну, суть такой же, как примерно в любой читалке. Это возможность перехода вперед-назад на произвольную страницу, возможность сделать закладку. Работа с масштабами. Увеличить, уменьшить или ввести масштаб. Либо разверстать по всей странице, по всему экрану, либо выровнять по горизонтали, по вертикали и так далее. В общем, все знакомо, я особенно вам не буду об этом говорить. Возможны два режима работы с книгами, с изданиями. Это чтение и конспектирование. Основной режим – это чтение. Вот он помечен цифрой 1. Режим конспектирования чуть попозже я о нем расскажу. Ну, и есть еще элементы интерфейса. Давайте я удалю, чтобы нам не мешало предыдущее подчеркивание. Элементы интерфейса 3, 4 и 5 справа от основного поля. Это содержание книги, то есть оглавление ее. Это книжная полка ваша, то есть возможность быстро переходить на другие книги. И конспекты. Конспекты. Опять же, сейчас я вам расскажу об этом отдельно. Ну, вот здесь как раз видно, как поставить закладку. Закладка возникает вот здесь. Можно большое количество закладок делать. И это, конечно, удобно. В каждой книжке можно делать закладки. И закладки сохраняются между сессиями входа. То есть вы можете, во-первых, перейти к другой книге, потом вернуться, и закладки сохранятся. Во-вторых, вы можете вообще выйти из системы, войти через полгода. И закладки тоже в книжках будут сохранены. Об этих инструментах 3 и 4 я вам уже рассказал. Да, ну, 4. Тут показана книжная полка. То есть доступ к книжной полке не обязательно производится из личного кабинета. Это было бы не так удобно. Прямо из читалки, на странице читалки, есть доступ к книжной полке. И на нее можно перейти. При наведении курсора мышки на закладку конспектирования появляется всплывающее окошко с информацией, какой объем книжки вы можете процитировать в своем конспекте. Обычно это вполне достаточный объем для конспектирования, именно для конспектов. Но с этим надо ознакомиться, чтобы не попасть на ограничения. После нажатия в режим конспектирования происходит преобразование вот такое вот окошко. И становится возможным производить конспектирование посредством взятия цитат из текущей книжки, дополнение их своим собственным текстом и различного форматирования. Вот вы видите, что тут такой возникает мини-ворд, то есть такой маленький редактор, с которым можно работать и что-то делать. Конечно, но вот что касается меня, я предпочитаю, конечно, все работы делать в стандартном офисе. Это, на мой взгляд, удобнее. Но вот здесь, вообще говоря, офис не обязан быть установлен у каждого студента, тем более, что это платная программа. Поэтому этим можно делать все вопросы, связанные с производством конспектов. Причем от начала и до конца, вплоть до печати. Можно производить непосредственно в ВБС, книга-фонд. Ну, вот тут показывается, как производится цитирование. Для создания цитаты надо сначала выделить нужный фрагмент, находясь в режиме конспектирования. Нажать кнопочку «Создать цитату». Вот эта кнопка. Цитата будет автоматически вставлена в созданный конспект. Ну и да, и надо не забывать время от времени нажимать на дискетку, которая означает сохранение проделанной работы. Все ваши конспекты, как я уже ранее говорил, хранятся в вашем личном кабинете и хранятся бесконечно долго. То есть, пока существует ваш аккаунт, все ваши конспекты будут вам доступны. Да, ну вот здесь как раз об этом и говорится, что конспекты всегда хранятся. И независимо, далее, независимо от чтения книг и от окошка читалки, вы можете перейти к любому своему конспекту и продолжить его редактирование. Можете его удалить, либо распечатать. Ну и напоследок скажу, что кроме учебников и учебных пособий в книгофонде традиционно большой объем книжной классики, то есть литературы неправной, литературы прошлых периодов, на которые права истекли просто огромное количество этой литературы, и доступ к ней возможен по кнопке классика книгофонда. Для всех пользователей ресурсов всегда доступна неохраняемая, бесплатная литература классика книгофонда. Это собрание классической литературы с возможностью бесплатного скачивания файлов. В отличие от учебника, эти файлы можно скачать к себе. Ну и букинистическая литература, доступ к ней возможен при помощи вот такой вот мультимедийного интерфейса, где по горизонтали века расположены от до нашей эры и вплоть до 20 века с различным разбиением на средние века, там новое время и так далее. Ближе к новому времени, конечно, разделение помельче. И по вертикали это области знаний, история, литература, религия, наука и так далее. Ну что ж, на этом вот эта часть презентации закончена. И мы вернемся к нашей первоначальной презентации. И закончим наш разговор возможностями книгофонда, собственно, для библиотекаря. Ну, прежде всего хочу сказать, что менеджером книгофонда является Алексей Архангельский. Вот здесь приведены все его координаты, как к нему можно позвонить, либо как с ним можно связаться. Для получения помощи по книгофонду, если что-то вам непонятно, то можете всегда обратиться либо к нему, либо в службу поддержки. Служба поддержки, в отличие от менеджера, работает, ну, не круглосуточно, конечно, удлиненное рабочее время, по бесплатному телефону к ним можно дозвониться с любого номера по России. Ну, и либо по электронной почте Support. Да, теперь давайте поговорим о функционале книгофонда для библиотекаря. И давайте первое, что сделаю, это дам вам ссылку на вход для библиотекаря. Вот он такой. Немножко отличается, это ВУЗ Книгофонд.ру. И при входе сюда, собственно, это вход в админку, в административную часть книгофонда, вы попадаете вот в такую вот примерно картинку. Первое, что вы можете сделать, это посмотреть общие документы, и по умолчанию как раз вы туда и попадаете. И здесь в том числе хранится и тот инструктаж, тот инструктивный документ, который я вам сейчас показал и прокомментировал на предыдущей части вебинара. Вам доступна также статистика, и это основная часть вашей админки, собственно. Статистика доступна, во-первых, по вашим студентам или по абонентам вашей электронной библиотеки. Достаточно подробная статистика. И статистика, возможно, по книгам. Очень подробная статистика, в которой есть название, автор, раздел, код ББК, количество пользователей, которые эту книгу использовали, количество страниц заказанных, количество цитат сделанных. И по каждому из этих разделов можно провести ранжирование, нажав наверху на название раздела. То есть можно, например, посмотреть, расположить книги по количеству цитат, посмотреть наиболее цитируемую книгу, нажав на количество цитат. Вот сюда вот. Ну или там расположить книги по алфавиту, нажав на название. Ну и также можно получить статистику, собственно, по разделу. Дополнительной частью возможности книга фонда является загрузка ВКР пользователей. Ну, об этом мы сейчас говорить не будем. Это отдельная опция. Вот, возможно, у нас будет отдельный вебинар по загрузке ВКР общий для всех электронных библиотечных систем. Собственно, вот и все. Я вижу в вопросах что-то появилось. Ирина Константиновна, сначала на ваш вопрос отвечу. Сколькими изданиями... Вот такие вот вопросы по контенту, они, к сожалению, меня ставят в тупик. Я, к сожалению, не могу вот среди этих сотен тысяч контента в одной и в другой ЭБС знать вот такие вот тонкости. Меня всегда это смущает. Конечно, может быть, я и не прав. Но у нас есть специальные специалисты по контенту, которые его досконально знают. И в любом случае, обратившись к нашей техподдержке, вы получите, может быть, не сразу, но через несколько часов, точный ответ на вот этот вот вопрос. Вот, я знаю только, что библиотека для СПО вообще по всему нашему пулу ЭБС, она у нас не находится в загоне. Мы постоянно над этим работаем, потому что у нас часть наших клиентов является именно колледжами. И под них у нас в свое время даже был отдельный менеджер. Сейчас, правда, его нет, но его функции тоже выполняются. И второй вопрос. Ирина Анатольевна задает. Вот, я участвовал в вебинаре Марина Орешко и других, когда и как можно будет получить сертификат за участие. Ну, вы, видимо, не в начале вошли. Я в начале каждого вебинара об этом говорю. Сертификаты вы получите, скорее всего, либо в конце сентября, либо в конце октября по всем посещенным вами вебинарам. А впоследствии у нас сейчас просто происходит такое большое изменение в выдаче сертификатов. Та система, которая у нас была в прошлом году, она по ряду причин ликвидирована. И мы делаем новую систему выдачи сертификатов. Нам надо очень много сертификатов рассылать, поэтому это автоматизированный процесс. И вот мы такую автоматизацию сейчас делаем. Она будет готова, по моим данным, к концу сентября. И вот тогда вы получите сертификат за все сентябрьские участия в вебинарах. А после, в течение двух-трех дней, после того, как мы запустим эту систему, в течение двух-трех дней будут вам проходить сертификаты. Коллеги, какие еще вопросы? Еще я вам хочу сказать, что наши продуктовые вебинары, то есть вебинары по нашим продуктам, проходят примерно раз в полгода. Через полгода мы все наши вебинары повторяем, в том числе будет повторен вебинар и по Книгафонду. Я не думаю, что будет очень много новой информации, но если кто-то хочет получить свежую информацию, то приходите. Да, и еще у меня в начале вебинара я забыл дать вам информацию по нашим двум следующим вебинарам. Вот она. Пожалуйста, приходите на наши следующие вебинары. Завтра будет вебинар нашего генерального директора Константина Костюка. Это вебинар Директ Медиа «15 лет работы между цифрой и бумагой». И 22-го у нас будет дебют нашей команды, которая наших коллег, наших партнеров из сайта «Новое поколение». И спикер от «Нового поколения» нам расскажет о вот этом проекте. Ну что ж, коллеги, если у вас нет вопросов, мы будем тогда потихоньку заканчивать наш вебинар. Я рад, что у нас не произошло никаких эксцессов с сетью. Были большие подозрения, что будет не все хорошо, но, к счастью... Да, я Алексею передам ваши благодарности. Спасибо, Ирина Константиновна. Что ж, тогда до следующих встреч на новых вебинарах. Приходите, я надеюсь, вам будет интересно и полезно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова